Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Сегодня поработаем на благо станка Доукомплектую Вот, есть такие зубчатые колеса Они идут как в комплекте Сейчас все это доукомплектовывается по желанию заказчика Но мы не доукомплектовали Сделаю сам Фрезерные есть Это ставится на гитару для того, чтобы резать разные резьбы В данном случае я не могу нарезать резьбу 18 ниток на дюйм Потому что у меня нет пары вот таких колес 54 зуба и 60 Вот я их буду делать Вот, вашему вниманию, таблицы на станке Вот видите, 18 ниток И используются три зубчатых колеса Промежуточные на 86 ниток Кей 60 Н 54 Вот, 60 и 54 у меня нет Сейчас я покажу, где они ставятся на гитаре Это должно быть 54 Это 60 Это должно быть 70 А, это должно быть 86 Давайте посчитаем, сколько Не обязательно считать зубья Можно померить диаметр Диаметр 176 миллиметров Далее берем программу Вбиваем значение 176 миллиметров Вбиваем величину зуба модуль 2 И получаем 86 И получаем 86 Зубьев А должно быть А 86 и должно Я думаю, вы уже догадались по обложке видео Что шестерни я буду делать с капролоном Просто у меня нет долбежной головки А делать Вот это внутренние 6 пазов на токарном Мне жалко станок Да и капролон должен ходить Так, что нужно Внутренний диаметр Так, 28 По пазу 34 Значит, глубина паза 3 миллиметра И самое главное, ширина 7,2 7,2 Ну да, если было бы ровно 7 Было бы легче Достаточно сверло было бы сломать На 7 И сделать Резец Сейчас я делаю Подготовку К тому, чтобы начать уже Делать сами колеса Зубчатые колеса Они по паспорту называются Мне проще говорить 6 Прежде чем начать работать Хочу Поблагодарить всех Оказавших материальную помощь Отдельное спасибо Алексею Алексеевичу Сейчас Просмотры в России не монетизируются И все это Как нельзя кстати Большое человеческое спасибо Делаю резец Даже скорее долбежник Я это сделаю Чтобы continuar И я libraries чем-то Яentик В России Это Я использую Я использую Рывно Рывно Я использую Продолжение следует... Вот есть у меня такое приспособление... Первый раз оно засвечено в видео... Ой, я сейчас скину ссылку в описании, как я делал гайку для тисков... Здесь вот у меня болты такие... Шариками... То есть вдавят уже никуда не сдвинутся... Звучит музыка... 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 Это приспособление сделано таким образом, что когда зажат в ристодержку, центр отверстия совпадает с осью шпинделя... Сделаю отверстие здесь... С такого заезженного метчака я сделал ее... Долбежку... Кстати, также можно долбить шпоночный паз... Ну, или строгать... Я не знаю, как правильно... И по металлу... Сталь... Ну, лучше чугун... Я не до конца просветил, чтобы метчик не вывалился... Ну, резец... Чтобы в эту сторону был упор... Так, ну вот, сделал я такой резец... Вот с этого обмылка я буду делать шестерню на 54 зуба... Вот с этого... Ну, вот так отрежу... Гайку делал когда-то... Ой, не гайку, а камлок... В общем, вы поняли... Вот с этого буду делать на 60 зубов... Как вычислить диаметр? Диаметр вычисляется просто... Диаметр D большая... Равняется значению модуля... Умноженное на сумму... Количество зубьев плюс 2... 54 зубы... Прибавляем 2... Получается 56... И... Умножаем на модуль... Модуль 2... Получается... 112... 112... Это диаметр... Зубчатого колеса... На 54 зубы... Со значением модуль 2... На 60 зубов... Диаметр будет 124... Растачивать не надо... 28... Можно просверлить... Теперь с помощью лимба на патроне... Сейчас я его покажу... Я... Поделю на 6 равных частей... Вот видите... Сейчас стоит на 60... Отметки... Она же нулевая... Сейчас 28... Напомню... А по пазу 34... Значит... Когда я сделаю один паз... Диаметр... С пазом... Должен быть... 31... Буду строгать по чуть-чуть... Потому что держится... Очень... Мало... Тут... Миллиметров 15... Я боюсь, что вывернет... По этой же простой причине... Я не обработал наружную часть... Программа третий... 情ал... Та-а-а-а-а-а-а-а... все следующий прокручиваем на одну шестую часть 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 Продолжение следует...